Вы же в курсе, что на каждом из нас огромнейший долг, выплачивать который будут даже наши правнуки. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете реальную ситуацию, во что вогнало нас правительство Таджикистана. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Огромный внешний долг Таджикистана перед зарубежными странами и организациями. Основная часть, которого приходится на Китай, стал предметом обсуждения экспертов ООН и официальной делегации Таджикистана, с 4 по 5 октября в Женеве. На сегодняшний день общий размер внешнего долга Таджикистана составляет 3,2 миллиарда долларов. Население страны, особенно представители оппозиции, проживающие за рубежом, обеспокоены непрерывным ростом внешнего долга. Но власти утверждают, что поводов для беспокойства нет. Дискуссия о внешнем долге Таджикистана развернулась во время рассмотрения отчета правительства об обеспечении социальных и экономических прав в стране за последние пять лет. Эксперты Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам задали вопросы таджикским чиновникам о высоком уровне внешнего долга и о том, как расходуются эти средства. Одна из них, Ейсу Шин, задала следующий вопрос. Согласно отчету Всемирного банка, внешний долг Таджикистана за последние 10 лет увеличился более чем в два раза и достиг в 2016 году 67% от общего объема ВВП. Какие меры были приняты для изменения этой ситуации? Таджикская делегация во главе с министром юстиции Музафаром Ашурионом подтвердила, что объем внешнего долга страны за последние 10 лет удвоился. В то же время представители делегации заверили, что Таджикистан может полностью и своевременно погасить свою задолженность. Правительство принимает меры для снижения зависимости от внешнего долга, старается увеличить добычу полезных ископаемых и развивать сельское хозяйство, отметили представители Таджикистана на встрече в Женеве. По словам таджикских чиновников, в стране также реализуется программа управления государственным долгом, которая направлена на повышение эффективности управления внешним долгом. В продолжение обсуждения другой эксперт ООН Мохаммед Эзельдин Абдель Манейм задал вопрос, каким образом Таджикистан расходует эти денежные средства и в какие сферы преимущественно направлены средства, полученные за рубежа. Ответ Таджикистана был лаконичным и даже несколько сухим. А как вы относитесь к такому масштабу внешнего долга? И как вы думаете, к чему нас это приведет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Представители таджикской делегации сообщило, что свыше 50% внешнего долга было использовано на программы социального развития, около 10% на сектор здравоохранения, 8% на сферу образования и 5% на жилищное строительство. И это на фоне постоянных жалоб жителей на низкий уровень зарплаты, пенсии, безработицу, нехватку мебели и инвентаря в школах, низкое качество медицинских услуг. По последней информации Минфина, внешний долг Таджикистана на 1 июля 2022 года достиг 3,2 миллиарда долларов, что составляет 41,5% ВВП. Иными словами, каждый житель 10-ти миллионного Таджикистана должен зарубежным организациям и странам 320 долларов. Вы и даже ваши дети. Минфин сообщает, что в первом полугодии 2022 года удалось сократить размер внешнего долга на почти 45 миллионов долларов. Однако объем внешнего долга, равный 41,5% ВВП, является очень высоким и ложится тяжелым временем на бюджет страны. Тем более, если принять во внимание, что в соответствии со стратегией управления внешним долгом, принятым самим Таджикистаном, внешний долг не должен превышать 40% ВВП. Еще одной тревожной тенденцией по наблюдению международных финансовых организаций и партнеров Таджикистана является огромная задолженность Душанбе перед Пекином. Эксперты не раз предостерегали Душанбе и советовали задуматься о последствиях такой долгой кабалы. За последние несколько лет Китай в обмен на беспрецедентные кредиты завладел некоторыми портами, аэропортами и месторождениями полезных ископаемых в странах Азии и Африки. Для Таджикистана такие факты должны быть наглядным примером. К примеру, китайский Эксимбанк является крупнейшим кредитором Таджикистана. До апреля 2021 года Таджикистан получил от Эксимбанка 1 миллиард 130 миллионов долларов. Эксперты Комитета по социальным, экономическим и культурным правам ООН также выразили обеспокоенность широко распространенным взяточничеством и коррупцией, безработицей, низкой заработной платой, низким уровнем образования в школах Таджикистана. По их словам, в индексе восприятия коррупции Таджикистан занимает 153 место среди 198 стран мира, что вызывает серьезную озабоченность. В то же время эксперты оценили усилия правительства по борьбе с дискриминацией и соблюдению прав работникам и обеспечению их безопасности на рабочем месте. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, она будет только усугубляться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!